Всем привет! Сегодня у нас день наведения марафета, так скажем, прихорашивания. Я вам сейчас расскажу, что именно. Да, Фунтик? Он еще не знает, что будет. Это что такое? Фунтик, когти будем стричь? Ну давай, один разик послежа. Он понимает, что такое стричь ногти. Точнее, когти. Ну вот, он знает, что это такое. Так, а если вот так вот. Ну что? Фунтик, будем? Давай, иди. Будем стричь когти. Подходи. Вот он, нехотя. Прямо, конечно, не хочет, но он знает, что у него выбора нет. Сейчас пострижу. Иди сюда. Как раз я сейчас расскажу, как мы стряжем, как меня заводчество научило стричь собачки когти. Ну вот, расскажу эту технологию. Хотите, берите ее. Хотите, не берите. Ну, в общем, как есть. Начнем мы с передних лапок. Так, все. Давай, все, садимся. Успокаиваемся, успокаиваемся. Все. Вот, обратите внимание, как он не хочет, но он понимает, что у него нет выбора. Ну, начинаем стричь. В общем, друзья, смотрите. Вот здесь есть такие темные места на когте и белые места. Так вот, темные места ни в коем случае нельзя задевать, потому что это жизненно важный элемент для собаки и очень болючий, если его задеть. Поэтому ни в коем случае нельзя, плюс там потечет кровь, которую не остановишь. Что там видно, да? Ну вот, в общем, да, вот темная сторона и белая. Вот белую можно, вот эту часть, ее можно срезать. Но я никогда не срезаю до конца, дабы не переборщить. Вот он меня облизывает. Это его просьба. Не нужно этого делать. Но нет у него выбора, это нужно делать для собаки, потому что, во-первых, полезно, во-вторых, меньше шума будет на ламинате. Ну, у кого-то линолеум, да, у кого-то паркет, у кого-то плитка ПВХ. В общем, срезаем. Вот еще, обратите внимание, еще осталось белое, то есть можно срезать еще немножко. Ну, еще чуть-чуть. И все. Вообще, как меня учила заводчица, срезаются когти так. Просто вот так вот, вот этой вот резкой берешь, где она останавливается, вот здесь вот, да? Ну, и якобы можно раз нажимать и чикать. Вот, и когти не будет. Но я все-таки боюсь так делать, не стоит. Оп, чикнул. Вот, ему неприятно. Любой собачке неприятно. Но, Фунтик, увы, что делать? Увы. Все, не переживай. Стой, 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 стой. Обычно я его когда глажу вот так, он думает, что закончили мы это делать, и он уже хочет уйти. Но, Фунтик, ты же стойкий, ты же пацан. Все мужики должны терпеть. Тем более тебе терпеть-то нечего, все хорошо. Хорошо. Неудобно, конечно, когда свет падает плохо. Не до конца все видно. Ну, в принципе, основу состричь можно. Лапу поставил мне на руку. Ну, типа, хозяин, может, все-таки не будем. Но, увы, надо. Ну, Фунтик вообще ведется вот себя достаточно нормально. Вот. По сравнению со многими другими собачками. Потому что я видел, как когти стригут другим песикам. Это, конечно, там такие актеры. Как будто там боль невероятная. Не знаю, как будто лапу отрезают. В самом деле, ничего там больного в этом нет. Все нормально. Ну, вот на передних лапах еще, в принципе, достаточно легко остричь коготки. Не забывайте, обязательно, не забывайте смотреть, чтобы лишнего не чикнуть. Это очень важно. Иначе там будет боль, визжание, кровь. Ну, в общем, не остановишь. Вот. Теперь на задние лапки переходим. Здесь когти побольше, подлиньше. Лапу положил переднюю. От безысходности. Фунтик, ничего страшного не происходит. Просто мы обрежем когти. Мужественно держишься. Молодец. А чуть позже я покажу, как мы остригаем ногти. Опять же, вернее, когти. Вот эти. Потому что вот этими щипчиками невозможно. Ну, я не могу ему подстричь. Приходится прибегать к другому методу. Чуть позже покажу. Забирает лапу. Не хочет, чтобы стригли. Но, Фунтик, потерпи. Зато будут короткие коготки. И будет удобно тебе ходить. Вот. Смотрите. Я не знаю, насколько это правильно. Вот. Вот здесь видно. Но я все равно чуть-чуть. Покажи. Ага. Вот. Я немножечко все равно оставляю. От греха подальше, чтобы что-нибудь не засыпить. Ты что дышишь, а? Бедняжка. Бедняжка. Все. Давай последнюю лапку мы сейчас с тобой подстрижем. Давай. Все. Успокойся. Успокойся. Все. Давай. Еще одна лапка и все. Ну, в общем, по сути, ничего сложного нет. Просто все дело в аккуратности. Я знаю, что некоторые хозяева боятся стричь когти. Ну, не знаю. Возможно, это как бы опасно. Ну, кто-то, знаете, и людей приглашает специальных обученных, кто сводит собак. Да. Вот, допустим, я, а с недавнего времени еще и Кристина. Вот. Мы сами сводили Фунтика. Поэтому, ну, тоже довольно-таки непросто было. Ну, в принципе, ждем деток сейчас. Вроде как та девочка беременная. Скоро будут бегать маленькие Фунтики. Как-то их назовут, они будут Фунтиковичи. Ну, вот, опасаюсь я, конечно, еще ему резать. Хотя много еще. Так, Фунтик. Последний. 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 Обрезаем. Так. Чуть-чуть Фунтик осталось. Все. Умничка. Так. Все. Умничка. Так. Молодец. 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 Но, Фунтик, ты же еще не знаешь. Еще кое-что осталось. Все. Мужественно вытерпел. Герой. Герой. В общем, как и обещал. Вот этими когтиточками, вот мне по крайней мере, мне очень сложно подлезть вот сюда вот под ноготь. Ну, то есть я, ну, как бы я боюсь очень сильно щелкнуть ему лишнего. Поэтому я долго не думал. Ха-ха. Взял человеческие щипчики. И просто. На самом деле, вот ими намного проще. Вот здесь смотришь, где, опять же, вот этот беленький, где все, ну, где кончается эта штучка. Оп. Успокойся. Успокойся. Сейчас мы с тобой. Оп. И все. Раз. И нет коготочка. И здесь. Аккуратно только Фунтик лапами не шевелю. Какой-то страшный коготь, а. Не совсем плохо. Все. Здесь плохо видно. Вот. Ну, в общем, это заняло там немножечко минут. Я не знаю, сколько. Все. Умница. Ты. Милый. Геройский. Пес. Прям герой нашего времени. Да? Все. Молодец. Зато у тебя сейчас маникюр. Еще когти покрасите. Все. И вообще нормально. Все. Все ребята. Продолжение следует...